здравствуйте меня зовут шура и вы на канале хендмейд а за и сегодняшнем видео я буду показывать и рассказывать как сделать вот такие вот сережки как сделать вот такие сережки вот и такие они все сделаны в общем-то по одному тому же принципу но везде есть какие-то небольшие детали я бы хотела сказать что можно взять любую бусину но не совсем любую но не обязательно брать только круглую потому что вот эти вот мои сережки да я делаю давным-давно и к ним были еще бусы но бусы найти не смогла вот то видеть что здесь камень совершенно не круглый вот просто где-то я нашла вот эти камни я помню что написано было что это агат но вот вы видите что они в первых не круглые да все они очень разные и к тому же они еще и плоские такие плосковатые в общем то да то есть не обязательно использовать вот такую круглую бусину но вот сейчас я буду использовать вот каплеобразную такую плевидную форму бусины для этих сережек я бы хотел показать тоже вот такую проволоку я буду использовать это алюминиевая проволока она не посеребленная это просто алюминий вот мне нравится работать с алюминием вот и потому что во первых он не ржавеет во вторых потому что он мягкий и сейчас я отмечу где-то 50 сантиметров этой проволоки для изготовления этих сережек для этой детали для сережек вот я возьму 8 сантиметров мне так кажется что надо взять 8 и тогда я ее эту проволочку вот в этом месте где у меня 8 загнул все здесь у меня будет капелька не капелька петелька здесь у меня будет петелька петельку я буду делать с помощью круглогубцев вот достаточно маленькая должна быть петелька потому что это все таки сережки да и в швенцах там тоже маленькие сетей петельки обычно она у меня вся закривилась выходит какая-то у меня здесь большая петелька мне нужна маленькая исправлю вот я ее исправила вот теперь у меня выходит вот маленькая петелька и я засовываю сюда опять эти круглогубцы и буду делать буду обматывать вот сколько нужно раз обмотать вот но это зависит вот от длины вот этой вот так скажем ножки вот здесь вот вот у меня в этой сережке обмотана три раза вот этой вот верхней проволокой а вот внутренняя проволока внутренней больше допустим давайте сделаем 5 давайте сделаем 5 и посмотрим сколько как это будет выглядеть если у нас 5 раз 1 2 2 3 4 5 вот такая вот ножка выходит видите мне кажется что хватит я сейчас еще одну сделаю и все по моему 6 будет 1 2 3 4 5 6 да 6 я сделала себе 6 вот вот здесь вот осталось такое расстояние оно мне не нравится но это в принципе роли не играет вот но это этой части все равно не будет видно ну теперь можно это вот ушко выпрямить и теперь вот с другой стороны можно одеть эту капельку так вот выглядеть вот вот это вот у меня лицо будет вот вы дотянули эту капельку до самой вот нижней до самого нижнего кольца вот и теперь вы начинаете ее обматывать эту проволоку вокруг вот я хотела бы чтобы здесь тоже прям шло прямо по капельке вот и теперь сверху вот обматываем раз и и идем вдоль бусины и подходим вот обматываем подходим опять к этой ножке и раз вот так вот и обматываем да и опять вот обматываем и идем вдоль бусины бусины вот вдоль бусины и стараемся вот чтобы как-то эти были вот кольца как бы это не кольца но вот эти вот части были бы вместе да конечно трудно но нужно постараться еще раз обмотали я собираюсь обматывать всего лишь три раза вот у меня с этой стороны уже вышло три раза вот нужно немножко выпрямить и а с этой стороны ну как вы понимаете будет четыре раза да и вот так вот я опять обматываю и еще раз я бы сделала поменьше вот эту вот петельку вот увидите как она выглядит эта проволока на никуда не денется просто хотел чтобы она была бы ровно вот так вот ну вот я сделала две сережки и хочу вам их показать вот очень по моему неплохо и швензы я тоже сделала сама и у меня есть видео она будет внизу в описании как сделать швензы кто не знает а вот и камера сфокусировалась и я могу показать очень по моему хорошо здесь очень то важно чтобы когда вы делаете сережки если у вас дорогая проволока ну конечно попробуйте на недорогой сначала да и а второе общий вес общий вес знаете не все любят вот большие не то что большие а тяжелые сережки не все любят тяжелые то есть смотрите чтобы вот количество вашего металла и вес камня был нормальный чтобы вот не было такого чтобы вот старались сделали сережки а носить их невозможно потому что они очень тяжелые и сейчас я буду делать я сейчас буду делать сережки из круглой бусинки агата вот я возьму 40 сантиметров проволоки вот отмечу теперь 8 сантиметров для ножки вот с одной стороны вот 8 сантиметров и с помощью плоскогубцев загну вот в этом месте я буду делать сейчас петельку я возьму тонкие круглогубцы вот зажму и вот так вот обмотать вот у меня уже получается моя петелька нужно немножко придавить опять же вы знаете вы можете делать одновременно две штуки то есть сразу потому что сразу делать одинаково потому что это может быть трудно и сделаете одно потом что-нибудь что-нибудь забудете сделаете что-нибудь никто с другой сережкой и просто из-за каких-то из-за какой-то ерунды вещь не получится делайте одновременно вот сделали это петельку сделайте такую же петельку и для второй сережки вот эта проволока она очень мягкая вот если у вас не мягкая проволока да то делайте с помощью вот наматываете с помощью плоскогубцев держите за конец и наматывайте это гораздо это очень сильно облегчит задачу сколько у меня уже здесь 1 2 3 4 5 вот это вот 6 получается вот 6 все 6 больше делать не буду и можно вот прижать с помощью плоскогубцев вот и но этот кончик можно его не обрабатывать напильником потому что он будет внутри сейчас я сделаю точно такую же для второй сережки вот когда вы сделали то можно надеть бусины кстати я вам скажу что если вы не отрезаете проволоку то бусину нужно одевать сразу а потом делать эту петельку да потому что если вы не хотите отрезать сразу проволоку да ну сэкономить в каком-то смысле да то бусина должна уже быть одета попробую поставить поближе мне так все блестит ну вот и тот же самый принцип загибаем загибаем и она должна очень красиво погибать вот эту бусину ну видите вот она вот здесь не очень прилегает и нужно придавить вот обмятали и пошли вот так вот откручивают и идете не вперед а назад здесь то же самое и назад вот это уже третья часть но вот это вот бусина на маленькая она не такая тяжелая вот по сравнению с вот этой вот бусиной которая вот каплеобразная была такая здесь у меня даже получается четыре раза делаю ну и вот это будет последний Вот когда вы отрежете, нужно будет придавить и обработать немножко напильником, зависит тоже от проволоки, не всякую проволоку можно придавливать, иногда на ней остаются следы. Вышло неплохо, то есть вам не обязательно делать вот как у меня здесь вообще 5, с одной стороны, с другой стороны 4, а вы можете делать меньше, например, 2. Сейчас я попробую здесь придавить, немножко выровнять. Вот так вот, это даже можно использовать как такую подвеску для колье, потому что вот если просто мы взяли камушек, одели на пин и сделали просто петельку, это не совсем интересно. Так может быть будет более интересно или хотя бы разнообразно. Ну вот, сейчас я их поставила, посадила на швензы, эти капельки, и, ну вот вы видите, какие они получаются, да, вот такие вот каплеобразные. Вы знаете, легко сделать такой наборчик, вот, две такие штучки, и если у вас есть камушек побольше, например, ну это, по-моему, 12, нет, это надо 10, это 10, а если взять камушек 12, то сделать так, то это может быть кулончик, вот, ну и здесь тоже самое, может быть кулончик просто, может быть на кожаном шнурке или на цепочке, ну, смотря что у вас есть. Я бы хотела сказать пару слов насчет вот этих вот сережек. Швензы, как вы понимаете, я сделала сама, я напомню, что у меня есть видео, и вы сможете найти ссылку в описании о том, как сделать швензы. Вот если сравнить вот эти вот две сережки, можно сразу увидеть разницу, да, то есть вот эта вот длина вот этой вот, так скажем, палочки, да, или ножки, она меньше вот здесь, то есть вы просто делаете не 7 или 6 колец здесь, а вы делаете их меньше, например, 3. Вот, и потом так же само обматываете проволокой вокруг бусины и закручиваете ее вокруг палочки, просто вы делаете это не, сколько здесь у меня, раз, раз, два, три, четыре, ну, вот не четыре раза, а вот здесь вот два, да, вот, раз, два, а это вот третий. Да, на третьем я уже закрыла. Ну, и точно так же здесь, да. Вот, и вот так это выглядит сзади. И точно так же это может использоваться не только как, ну, быть сережкой, но также небольшим кулончиком, а также это можно использовать для колье в качестве подвески. Это вообще очень мне нравится, очень классный способ, очень легкий. Если вы научитесь, то просто делайте всем родственникам подряд, всем знакомым, все будут счастливы. Ну вот, мое видео подходит к концу. Вот такой вот куча сережек я сделала. И всем удачи, и скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok